Для меня, пацаны, это моя семья Молодой истребитель Молодой истребитель У меня была просто машина, о которой я мечтал, вот М5 Две тотальные аварии Разложил две машины Получается, у тебя была обеспеченная семья А откуда в тебе вот столько вот этой пацанской грусти? В качестве соперника называют Нурлана Сабурова Точно так же это странно будет, если я с Маргенштерном выйду, брат А ты вообще любитель пришматиться? Я же типа рэпер 52-й Old Black или Friendly Так? Из полиции отец забирал? Я говорю, брат, есть тема Мы за традиционные ценности в нашей стране и для нашей страны У нас есть рубрика «Ответ хейтеров» Мне не нравится Маккан В твоем успехе есть заслуга Литвина и Суба? Сериал «Слово пацана» для тебя важный? У мужчины может не быть ничего, но у него всегда должно быть его слово Вы что, сами это не понимаете? Пойдемте, проведу вам экскурсию Это наш лейбл, это офис и одновременно несколько студий нашего лейбла Здесь создается то, что потом мы проплачиваем и закидываем в чат Почему ты на фотках всегда напрягаешь шею? Да мне кажется, в этом нет ничего такого Это какая-то, знаешь, такая... Она же фишка твоя просто? Да не, почему моя? Мне кажется, так всю жизнь пацаны делают Вот всю жизнь просто, знаешь, это же как у девчонок выглядит чуть красивее Так у пацанов чуть как-то, знаешь, там где-то не сильнее, брутальнее, да, наверное Здесь такая chill-out зона UFC, не UFC Такие у нас разрисованные стены, характерные очень для идеи нашего лейбла «Груша» Доблесть и честь Еще он так выглядит, да? Ретро очень, алдой Ну да, так и планировалось Как планировалось, так и выглядит Здесь вот наши висят пластинки, которыми нас наградили, если так можно сказать Что-то мое, что-то пацанов И так они вот вдоль стены все висят Здесь, брат, переговорка Такая большая здесь тоже, можно и поговорить, можно и помолчать о чем-то Вот тут, видишь, непостановочно положили на стол две большие пластины Альбом «12» более 230 миллионов прослушателей Хорошо, что ты сказал, да, это число И здесь Артист года больше одного миллиарда, да, получается? Ничего себе Капец Да, я так просто, ну, столько мылей Тебе это доминирование льстит? А тут доминирования нету, у меня нету, брат, какой-то конкуренции прямой нету Там ты делаешь и творишь, а дальше уже насколько это откликается, настолько это откликается То есть я же ни с кем не конкурирую напрямую там У нас нету того, что мы там пытаемся как-то кого-то обойти конкретно Вот или кто-то нас пытается обойти Нас не знают, может кто-то и пытается, но мы просто свое дело делаем Но есть же понятие рэп-гейм Но я в него не играю Ты не играешь Если у тебя внутри все спокойно и ты У тебя конкуренция с самим собой должна быть вчерашним Вообще во всех аспектах А есть вещи, которые у тебя испанский стыд вызывает? Вот которые ты писал ранее Писал, нет, но вот клип на «Веселящий газ», наверное, у меня вызывает такие эмоции У меня нету желчи какой-то внутри этого опыт Вот мы могли тогда сделать так Вот сделали как сделали, ничего криминального там такого нету Ну да, ужасный клип, ну блять, что с кем не бывает Здравствуйте, ребята Это пацаны мега талантливые Наши братья из Ростова Это Джакона, это АВГ, Арам и Валько Это Скирена, наша девочка Анюта, наша маленькая, никому в обиду ее не дадим Что, пацаны, что покажет? Было Ночь Хорошо Вообще, пацаны, бомба Бомба Как ты думаешь, твоя музыка лучше заходит в провинции или в Москве? Ну, в целом, я думаю, что в провинции. И не потому, что там она какая-то простая, и там люди ее легче угадывают, а потому что легче услышать то, про что я говорю. Там меньше, как бы, мыльницы на глазах, про которую тоже в том числе я говорю. Вот Москва, она чуть такая. Она, во-первых, очень-очень сильно разношерстная и очень многослойная. Тут люди вот прям, знаешь, там можно на 15 частей ее разделить, и вот там эти люди вот так видят. Тут йоги, тут музыканты, тут артисты, тут преступники, там киношники творческие, тут бизнесмены, тут арбитражники, еще кто-то. Она такая вот прям нафаршированная. А в провинции люди плюс-минус, они как бы про одно. И ты в эти ценности попадаешь в свои музыки, правильно? Я думаю, что моя задача не попасть в ценности. Моя задача их преподнести. Такие ценности, которые у меня, и откликаются они больше на данный момент в провинции. Твою музыку можно назвать пацанским рэпом? Да, для меня это пацанский рэп. А кого тогда ты можешь назвать представителем ярким пацанского рэпа? Мне кажется, Сантис. Так. Я думаю, что Каспийский груз, там, 100% да. И опять же, мы сейчас говорим не про внутрянку, мы сейчас говорим просто про формат музыки. Если брать тот же Каспийский груз, они были актуальны очень, там, в 2015 году. Потом музыка стала меняться, рэп, там, произошла такая революция. И сейчас этот жанр снова входит в мейнстрим. Как ты думаешь, почему? Да я не слышу этого. Ты в чартах, все твои ребята в чартах, Каспийский груз в чартах, Геопика в чартах. Ну, да, но Геопика в чартах с песней, там, где прошла ты, там упала звезда. Причем тут уличная музыка. Ребята в чартах с песней «Я плачу, если хочешь, чупа-чупс, нужные деньги замучу». Но Геопика с песней, в том числе, на белом покрывале января? Не, базару нет. Наверное, просто все соскучились поэтому. Все соскучились по какой-то такой некой брутальности, а пацанская музыка, она же отдает очень сильно брутальностью. Ну, получается, ты вернул брутальность рэпу? Ну, получается, что да. Давай про альбом «12». Давай. Почему он вышел эксклюзивом на ВК? Ну, вот так вот, такое мы приняли решение. Такой ход. С чем оно обословлено? Только деньгами? ВК наша. Единственное, же все как бы про... Ну, Яндекс тоже наша. Ну, вот, а мы решили с ВК сделать. Нас же все как бы западные чуть так под это... под это шли от нас. Если не только в деньгах, то конечно в этом. Ну, возможно, дело только в деньгах. Ну, я же сказал, что нет. Ну, гонорар был большой. Я знаю, как гонорар был. Ну, четко. Культовые вещи могут рассказать целую историю, если вы в них разбираетесь так же, как ребята из сникерстора Суперстеп. Вот, например, что делать, если на улице скользко? Надевать шипы. Так же подумал Джозеф Фостер. Изобретатель взял и подковал подошву бутсов гвоздями. Так появились первые в мире шиповки, которые помогли Британии выиграть золото на Олимпиаде в Париже. Позже старейший бренд спортивной обуви назовут Рибак в честь быстрых африканских антилоп. Он будет производить модели для бега, тенниса, кроссфита и даже кроссы, которые можно буквально подкачать руками для амортизации. А вот эти кроссики из белой кожи изначально были беговыми. Сегодня это самая продаваемая классика. Такие должны быть в каждом гардеробе. Они подходят и под джинсы, и под брюки, и под спортивный костюм. Эти и другие айтемы Рибак вы можете найти тут, в магазинах и на сайте Суперстеп. У них есть как всеми любимые Клаб Си и Классик Лейзер в куче разных расцветок, так и зип-кинетика. Классические снаружи, но технологичные внутри. Вместе с ребятами из Суперстепа мы решили не оставлять вас без подгона и разыграть среди вас три пары любых Рибаков из коллекции магазина. Что для этого нужно сделать? Перейти по ссылочке в описании в наш телеграм-канал и нажать на кнопку «Участвовать». А свою пару подкрадуль ищите на полках или на сайте Суперстеп. Ну что, брат, наконец-то до тебя добрались. Привет, братка. А что ты скажешь чаще всего? Чаще всего там стоят, подарили мне. Я так понимаю, у тебя даже часть гардероба. У меня, да, у меня вообще здесь, честно говоря, мало. У меня там что-то у родителей, что-то у пацанов. Я, видишь, там, на несколько домов живу. А ты вообще любитель пришматиться? Хотелось бы сказать, что нет, но, честно говоря, да. Я не любитель, знаешь, как-то собрать там кучу модных луков, но вот именно вот купить, да, это какое-то такое успокоительное. Успокоительное? Ну, есть, да, такое. Такой грешок. Какую-то эмоцию, ударь такую, да, что ва-а, там, типа, оделся прикольно и как-то настроение получил. Но я стараюсь там, знаешь, там, не злоупотреблять этим совсем. Но у тебя, тем не менее, там, строчки были. Когда вам по 17, у вас вообще все вроде, накопил на ремень ЛВ, но вроде по моде. Где-то увидел на каком-то персонаже, который мне казался там крутым и думаю, ва-а-а, вот, 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 что мне нужно, вот, что мне не хватает для счастья. А какие персонажи тебе казались крутыми в 17? Если бы тогда меня об этом спросили, я бы какой-то собирательный образ собрал, типа, там, крепкий, там, пацан в черной кожаной куртке на тонированный черный БМВ какая-то, какая-то там околоуличная история. Ну, я, наверное, понравился бы сейчас себе. Но ключевой момент в том, что в 22 тебе мало этого. И ты понимаешь, что ты больше, чем там, там, Паксант, который занимается боксом со стрижкой под тройку в черной тонированной БМВ. Этого становится катастрофически мало. Я думаю, что я, эта сборная солянка, воспитание моего отца, моего креста, мой старший брат и огромного количества других людей, причем не всегда, которые положительно на меня повлияли. Я, наверное, в детстве, ну, это прям детство-детство, лет восемь я слушал Гуфа. И я даже не знаю сейчас почему. Ну, наверное, ребенок... Даже сейчас, знаешь, некоторые песни переслушиваю, я думаю, блин, все равно качает, все равно как бы все равно очевидно мне там, почему это стреляло, почему это откликалось. Потому что на таком вот, на таком простом, чуть своем сленговом языке рассказывал. Часики, иконка часики тоже подарил, брат. Ну, то есть, у тебя, в принципе, много подарков, да? Ну, да, я говорю, я сам там не купил бы ничего такого дорогого, наверное. Хотя, не знаю, может, купил бы. Есть люди, кому нравится, например, часы. Я, например, не фанатей вообще, а часов. Есть люди, которые там по тачкам мечтали, например, как ты, наверное. Я не был каким-то сильным автолюбителем, фанатом. У меня была просто машина, о которой я мечтал, там, пятая. И после нее уже уже нету каких-то, знаешь, там, идеи, фикс, там, купить это или купить то. С возрастом, может, во что-то еще так влюблюсь визуально и понравится машина. Хотя сейчас такие машины лепят, что, мне кажется, уже тяжело в них влюбиться. Прикол М5 в том, что она так, снаружи, она обычная пятерка, такой классический, черный седанчик. А когда ты на газ нажимаешь, ты понимаешь, что ничего себе, это что за бэтмобиль. А тебе нравится, да, поднажать? Ну, вот раньше нравилось, брат, у меня две тотальные аварии было. Я разложил две машины, причем одну не свою. Я ездил на ней, вот, и просто что-то там поднесло меня в какой-то момент. Вот, и на трассе один раз я улетел. У меня до М5 была, до М5 был X5, а до X5 была обычная пятерка дизельная. Вот, и меня хорошо там крутануло. Слава богу, меня не догнали никакие там фуры, Камазы, потому что у меня прям на трассе я там начал вальс танцевать. И в кювет улетел? Да, и вот в этом, как бы, это меня и спасло. Получается, у тебя была обеспеченная семья? Да. Чем занимались родители? Пахан бизнесом занимался, сейчас он режиссер. Вот. У меня родители познакомились в 16 лет на первом курсе юрфака МГУ. И там сколько прошло уже, больше 20 лет, вот у них четверо детей. Я самый старший, у меня три сестры младшие. У меня мама получила второе высшее образование, тоже с красным дипломом, тоже МГУ, сейчас психолог. А каким бизнесом раньше занимался отец? У него было бюро переводов, по-моему, переводов не денег, а переводов типа с языка на язык. Бюро переводов было. Сейчас он режиссер, который снимает в том числе фильмы для благотворительных фондов. Все направлено на помощь кому-то. И вся его режиссерская история направлена на помощь кому-то. Отец, с учетом его все равно творческой работы, пытался участвовать как-то в твоей карьере? Нет, а как он мог проучаствовать в моей карьере? Ну, не знаю, может, он давал тебе советы, наверное, для клипов. Вы клипы наши видели? Ужас этот, блядь, помойный. Какой? Нет, конечно, никто там не участвовал, ни один режиссер не участвовал там по ходу. Кто из родителей, там, мама или папа, на тебя оказывал большее влияние в детстве? В разных возрастах по-разному. До 11 лет мама, до 10, потом папа. С тобой пришлось помучиться? В конце только. В конце школы, там, лет 16-17 меня что-то сорвало. Почему-то. Папа хотел успокоить все время, а я как-то вот протестом шел. Дома быть в 10? Да, хорошо. И уходил из дома. Там вот так я вещи собирал тихонько и проходил по коридору и выходил ночью гулять там еще куда-то. Машину там воровал у него. Ну, как воровал там, брал, знаешь, не воровал там, знаешь, в другой город. Отдалжил, да, четко вообще, ты сказал. Да, брал машину там не без разрешения, у меня даже там прав не было, там было 16 лет. Драки были частью протеста? Да, я много дрался. Ну, вот, знаешь, из детства и потом уже, даже когда я Маканом был, ну, как-то я, последние года два я уже так, я на спокойном. Раньше меня очень можно было просто легко, как бы, легко завести на какую-то такую волну конфликта. Вот, но это только юношеский максимализм, мне в этом нет вообще ничего положительного. Там где-то бытовые моменты, там где кто-то кого-то не услышал, кто-то не захотел лишний раз там как-то как-то промолчать или там плечом где-то толкнул. Это только амбиции, здесь нету ничего, не то, что мужского и не мужского, это вообще этого не касается. А сильно дрался хоть раз на улице? Несколько раз сильно дрался, конечно. Тут тоже тонкая грамма, можно, например, сильно-сильно подраться, это знаешь, когда два человека в коме, там один умер, а у кого-то там глаза нет, но вот это сильно подраться, вот так я не дрался никогда в жизни на улице, и слава богу, и не хочу. Так махались, мерились силами, где-то там кто-то там стрелял, там еще что-то, такие мелочевки бытовые. Как-то так. Одна из твоих школьных драк закончилась тем, что тебя в полицию отвезли. Я ударился неудачно головой облавку, неудачно головой облавку, да, там больница, полиция, вот, ну ничего, там примирение было у нас сторон, слава богу. Из полиции отец забирал? Ну мы вместе туда поехали. Дома был сложный разговор после этого? Нет, потому что я не считаю до сих пор, что я был неправ. Это не пример, клянусь, что надо драться, но я говорю, я вещи своими именами буду называть. Там были слова, которые я не мог пропустить, которые я и сейчас не пропущу. Вот, и что я их в 15-14 лет не пропускал, что я в 22 их не пропущу, что дай бог мне мужество и в 30 их не пропустить. Он позволил себе там просто в разговоре лишнего, и я тебе больше скажу, я драку не начинал. Ни одной дороги он мне не оставил. Если бы он просто меня оскорбил, ну я бы легонько его и ударил за это оскорбление. Ну просто, знаешь, как бы там гештальт закрыть свой. Я бы не стал драться с ним. Вот. Ну там как бы был момент радикальный очень для меня. Вот. Я еще не могу не спросить, тоже со ссылкой на твои песни. Давай. Там часто, да, упоминается слово «темы». Мы начали делать «темы». Я вспомню свои 20 темы, тусовки, тверки. Подстали делать «темы». Я тебе накинул в новом любом этом тоже. Этот. Тема это как бы типа бизнес-план, бизнес-проект. Ты же понимаешь, да, что это значит? Назовем это бизнес-проектом. Бизнес-проект, да, который обречен на провал. Вот что такое «тема». Слово «тема» вообще очень многое, что интернет и молодежь опошлили. То есть изначально тема, по сути, это просто какой-то такой уличный некий сленг. Есть идея. Есть идея, как заработать денег. Тема. Просто это потом сейчас, знаешь, начались всякие темщики, кофемания на Кутузе, АУ и так далее. Слово «темщик» оно стало смешным очень. Смешным. Оно очень стало смешным. А на самом деле, я до сих пор как бы говорю, есть тема, если у меня кто-то там предложение какое-то закинет, я звоню кому, я говорю, брат, есть тема. Кто-то предложил совместный трек, это тема? Ну нет, это совместный трек. Лейбл музыкальный можно назвать мега-успешной темой нашей. Самой успешной нашей темой, которую мы поймали. Мы на самом русском острове Таиланда, Пхукете. Зачем мы здесь? Но вообще на ДР Зубарева. А еще, чтобы зайти в пару буддистских храмов, покататься на вейкборде, встретить офигенский рассвет и попасть по тропический ливень. А потом проснуться и отправиться на тот самый пляж, где самолеты летают над головой. И, наконец, в этих приключениях мы опробовали новый Redmi Note 13 Pro Plus, который мы взяли на тест в МТС. Все кадры, что вы видели, были сняты на его камеру, где целых 200 мегапикселей и оптическая стабилизация. Кроме того, в среднебюджетный смартфон засунули 120-герцовый амолед-экран, чтобы все было видно даже на палящем солнце, и быструю зарядку, благодаря которой Pro-версия доходит от нуля до соточки за 25 минут. В пару к смартфону мы оценили еще одну новинку. Наушники Redmi Buds 5 Pro с шумоподавлением и реалистичным звуком. Наконец, самое важное, до 25 февраля в МТС при покупке смартфона в серии Redmi Note 13 в подарок можно получить фитнес-браслет или умные часы. Это готовый набор для приключения, так что не упустите его. Подробности по ссылке в описании. Брат, это мирт. Мне родители подарили это дерево, оно, к сожалению, завяло. Есть такая японская культура, называется бонсай. Это уменьшенные в масштабе деревья, которые должны были вырасти больше, гораздо там. Ему 20 лет на самом деле. Сколько у тебя жило оно? Недолго. У меня день рождения 6 января, мне подарили его 6 января. И так получилось, я его палил один раз и улетел в Дубай. И оно, в общем, решило, что... В общем, подзавяло дерево у тебя. Ну ладно. Это библейское дерево. Это японский сад. Такой вот просто за песочком поухаживать. Ну ему все равно, наверное. Поухаживать. Почесать его, да, спину. Чуть погладить, да, так нервы успокоить. У меня пустой холодильник, там полки пустые. У меня единственное, что я делаю утром, я витамины выпиваю. И если я там не успеваю куда-то заехать, срочно позавтракать, я могу там гейнер выпить. Не чтоб там набрать массу, а просто там прием пищи заменяет, там белки, жиры и так далее. Вот. И вода. Я дома вообще не ем, не готовлю, не стираю, ничего не делаю. У меня все это, все на удаленке происходит. на аутсорсе все. Крутое слово, надо запомнить. Слушай, а ты же набрал, да, мышечная масса, за последний год, полтора. Ну это же... Ну как чуть-чуть, 12 килограмм, нифига себе. За два года я набрал 12 килограмм, потому что, брат, мне 20 лет, у меня сейчас растущий организм. На самом деле, это возраст такой. Просто возраст, я ничего не делал, не колол. Если отмотать на 4 года назад, там, 2019 год, 2020, у тебя выходят синглы, которые выстреливают. И по сути, в очень юном возрасте на тебя падают, там, деньги, падает популярность. Как это влияет на ментальное здоровье? Мне кажется, что и с деньгами, и с популярностью я славился. Я не успел уйти в кураж. Вот. Я как только начал летать, я приземлился. Господь, видимо, где-то сам, где-то людей вот таких вот вокруг меня саккумулировал, можно сказать. Я не успел навтыкаться. Я не успел уйти в какие-то там попробовать наркотики или там кучу всего там, ау, разврат и так далее. Я в это просто не зашел и уже вряд ли зайду. Я не загадываю, потому что никогда не знаю, что будет завтра и как я знаю, что может я завтра с ума сойду и вообще там что-то плохое начну делать. Ну, не дай бог, конечно, вряд ли. Я думаю, что этого не произойдет. А ты вообще почувствовал, что вокруг тебя есть внимание после песни «Веселящий газ»? Когда она попала в чарты? На «Веселящий газе» как раз я почувствовал это очень сильно. Я помню, я с ЕГЭ вышел и она залетела на какое-то там место. И я домой залетаю, так сбрасываю что-то сумку какую-то и бегу так и к маме захожу в комнату. Она говорит, что, как ЕГЭ? Я говорю, да какой ЕГЭ? У меня песня в чарль залетела. Такая детская чуть была, конечно. Детская еще радость была такая. Именно детская. Я ее очень хорошо запомнил. Но ЕГЭ-то сдал? Да, сдал хорошо. Игорь Русский на пятерку даже сдал. Но маму-то что больше порадовало? Пятерка или чарты? Слушай, я думаю, что на тот момент, конечно, их больше обрадовали результаты ЕГЭ. Если в долгую смотреть, то я думаю, что сейчас они про них не вспоминают уже. Они когда-нибудь инвестировали в твое музыку? Нет. Я сейчас не рассказываю, что кто-то не мог или ждать мне 5-10 тысяч на студию. Нет, конечно, я мог попросить у отца эти деньги. Но я почему-то не хотел. Почему-то мне тогда мои амбиции детские не давали именно на это попросить у родителей денег. Я брал какие-то, конечно, карманные расходы, погулять, но почему-то мне это как будто не тру, мне казалось. Вот взять у родителей. Я же типа рэпер. Как я сейчас у родителей деньги возьму на студию? Поэтому нет. как-то мы их аккумулировали с ребятами. Ну в 11 лет как аккумулировали? Там, блядь, давайте скинемся. Вдруг выстрелим потом. Были просто у меня друзья, которые такие, брат, я верю, типа давай, давай, типа все, поехали. Я говорю, ладно, у друга взять этот ру. Я, брат, еще там в 15-16 с головой всем вернул. Ну, мне так кажется. Хотя я не помню. Если кому-то я там за студию должен 3 тысячи в комментариях пишется. Давай начнем с своих первых никнеймов. MC Guy Fawkes. MC Guy Fawkes. По-моему, что-то на английском проходили, и там была вот эта вот маска попалась. Ага, маска анонимуса. Мне 11 лет было. Какой подход был такой, как бы и был. Какие-то выбрал никнеймы себе. Янг Чейзер. Чейзер – это истребитель. Ага. Янг – это молодой. Молодой истребитель. Молодой истребитель. В целом для 14-ти я считаю неплохо. Toyota Chaser. Toyota Chaser. Не, ну автомобиль потом появился. Пока там только истребитель был. Но я чуть приспустился, и с истребителя на автомобиль. При этом Янг Чейзер, он же, ну если разбирать твоего лирического героя, то он исповедовал другие ценности. Ты слишком много хочешь от 15-летнего ребенка. Засчитал на мне три слоя Армани. В 14 лет не страшно хотеть на себе три слоя Армани. Три слоя там чего бы ни было. Страшно в 22 об этом читать и хотеть этого. А почему в целом даже музыкально ты выбрал другой жанр? Ну мы же развиваемся. Ну может ты просто почувствовал, что такая музыка она актуальнее, лучше. Да нет, она мне кажется как раз таки это мы ее чуть стараемся сделать актуальнее. Но мы видишь перемешиваем жанры. И только в поистине творческом поиске может что-то действительно родиться новое твое. Потому что говорить, что там знаешь это этот придумал а ты взял это этот придумал а ты там где-то у него подвозгновился подукрал или еще что-то. Там приводили пример на муравьях Атта. Знаешь кто это такие? Нет? Это короче муравьи которые телепортируются. У которых матка телепортироваться может из одного у них такие бетонные маленькие гнездышки из которых они собирают огромные огромные свои сити мегаполисы и реально там то ли метку ставили то или еще что-то чуть ли не на видео в общем они разбивали в итоге ее там не оказывалось то есть как бы телепортация которую все планируют придумать она в природе уже есть поэтому думать о том что где-то мотив ты где-то вдохновился стилем 7 нот а тебя вообще сейчас часто обвиняют в плагиате в каком-то я не слышу последнее время честно говоря слышал знаешь когда только начинал что-то что-то там это на этого похоже это на этого похоже что-то говорили про скриптонита что-то про хамалиновый что уже само по себе видишь как бы не бьется а че может какой-нибудь третчик ты поставишь эксклюзивный давай поставлю ну ты прям на дропчике красиво ускорился музыка на самом деле в машине это опасная тема адреналине да вот конечно разгоняет да я стараюсь что-то спокойное слушать за рулем когда еду ты упоминаешь ростов и москву как два родных места с москвой все понятно да с ростовом тоже из ростова мой крестный и я с 16 лет как бы на два города мой крестный и пацаны наши наши братья можно сказать потому что для меня честно говоря те люди те единицы людей которые со мной и моя семья для меня может это для кого-то знаешь будет странновато где-то даже дико но для меня это на одном уровне у меня скорее не на семью и братьев делится а на на пацанов то есть для меня мой пахан он тоже пацан вот у нас с ним такие как бы взаимоотношения чуть уже братские но с субординацией у меня делится на женщин и на мужчин вот так вот то есть у меня как бы есть сестры есть матушка есть там племянница и так далее а есть вот мы но в этой субординации пацаны вовне конечно он брат мы за традиционные ценности я все понимаю я никого не хочу душить и и там закрывать лишать каких-то возможностей но ну камон мы же блять пацаны мы же не дети мы же в России брат ну а что ты в это вкладываешь понятие традиционные ценности традиционные ценности это то что есть мужчина и есть его семья и то что женщина стоит не рядом с ним а за его спиной и вся его семья под его ответственностью и под его защитой его женщина в том числе конечно ну то есть он обеспечивает семью финансово ну во всех во всех смыслах финансово ну конечно а женщина что она должна делать в том числе в моем понимании женщина в первую очередь должна быть сформирована и и осознанна как и мужчина и осознанна и понимать что она хочет есть же женщины которые например семью не ставят на первое место и это нехорошо неплохо это их как бы вариант она хочет там строить карьеру или она хочет быть там известны та женщина которую я вижу рядом с собой это это взрослая осознанная девчонка которая понимает что для нее вот сейчас на первом месте семья на первом месте это ее дети это дом не в плане до мне не нужно чтобы женщина там сутками убирала и там и мыло полы уплеу плиты стояла да мне вообще этого не нужно мне вот это прям последнее о чем я думаю мне важно чтобы она понимала что ее энергия она должна аккумулироваться дома я смотрю на девушку сможет ли она воспитать моих детей так как это я хочу сделать если не дай бог завтра со мной что-то случится что она брат не ну не перевернет короче мои понятия которые я хотел бы вложить в детей на 180 градусов а ты вообще хотел бы заводить детей ближе какого возраста я думаю что года через три там через три-четыре до 25 плюс вот так я думаю обратная сторона твоего творчества это треки о несчастной любви засыпаю и мне снятся ее волосы ты не веришь любовь на тем кто в нее верит и даешь надежды сердце не обманешь сердце не обман любви не существует но что тогда ты крайне ну да откуда в тебе вот столько вот этой пацанской грусти да я не знаю честно сейчас там переслушаю какие-то там песни о любви знаешь как будто слушатель как будто это кто-то вот написала я сейчас слушаю вот так вот это уже не помнишь что эмоцию до потомlara смолка muh сада да да вот четко ты сказал просто всего того что я там эмоциональный пацанчик я проживал эти моменты и как-то вот ярко так на них реагировал переносил это в творчество я проживал какие-то моменты где-то вдохновлялся улице я транслировал это это я вдохновлялся какая-то девчонка я транслировал эту девчонку где-то болело я транслировал это был вообще четко я был себе уверен я транслировал это но судя по всему у тебя болело сильно потому что есть известный факт что многие треки с первого альбома ты посвятил бывшей девушке 2002 плюс 18 ну да ты сам интервью сказал моя первая любовь была прям вообще так все песни о любви которые описал мне кажется это вот в ту копилку было не я понял бы ну ты пьешь воду сейчас интервью где мне 17 18 лет я там еще не до конца разобрался с кем я хочу и где быть в любом случае конечно это там одна из первых моих девчонок много действительно я ей вдохновился просто прошло четыре года а люди продолжают там знаешь на мне я бы я выкладываю песню и и я вижу в комментариях даже у себя что ой как он скучает у меня было а он до сих пор да 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 он до сих пор там я и девчонки не даю спокойно жить ей там в интернете ее там знаешь как бы мной задалблют хотя я понимаю что это вообще уже другой человек пять лет прошло что там сколько четыре года пять лет прошло они наверное пишут ей ну конечно если брат не представляешь если я сквозь поток информации которая до меня доходит это вижу ты представляешь как ее там атакуэшн делают по поводу меня уже не знаю сколько у меня отношений было после этого и сколько раз я любил а много раз ты любил после этого ну раза три любил два я думаю что так 2 ты 5 10 5 15 5 утра тебя в отношениях предавали хоть раз я не знаю думаю что нет возможно я просто не знаю а ты предавал нет мне кажется что для меня предательство это такая как бы серьезная история если ну смотря что называть предательством измена нет не изменял вы знаешь всех придется как так измене сводится для меня это вот этого короче это одна из форм можно ой как по-разному предать в отношениях но как я думаю что все равно при любой предательстве предательство это как бы обман невыполнение договоренности если девчонка в отношениях параллельно списываясь каким-то чувачком ну просто там флиртует общаясь это предательство ну в серьезных отношениях каких еще и бывают разные отношения бывают когда люди договорились просто вот нам сейчас хорошо вместе и давай вот так так пока и будет а дальше как бы я тебя ничего не ждут и от меня ничего не ждешь если таких отношений кто-то где-то списался да и списался и списался если люди договорились все там я с тобой планирую идти рука об руку до конца жизни вот если после этого девчонка там с кем-то списывается есть вопросы но ты сам-то хочешь с кем-то идти вот так до конца жизни на самом деле я не знаю хочу ли я с идти до конца жизни я хочу детей на самом деле и конечно я планирую как-то свою жизнь там и и так далее но я не знаю очень мало примеров просто таких видел чуть у меня такая знаешь чуйка что не моя история но у тебя же вот этот наглядный пример перед глазами это твои родители долгий брак четверо детей в идеале я бы хотел так но сейчас чуть еще другое время и там чуть-чуть наши девочки очень стали по-своему относиться к слову там честь целомудрия да и пацаны на самом деле тоже чуть все все упростилось там все было на таких как бы железобетонных плитах я там например знаешь как бы ну не до конца в общем разделяю политику девчонок современных что это за политика такая ну я думаю что ее можно назвать тебя здесь и сейчас вот все же здесь сейчас живут моменте я это говорю исключительно рассматривая свое будущее здесь у каждого там своя дорога и когда девчонка говорит например ну я выкладываю сейчас фотографии там белье в купальнике ну я же сейчас не замужем я же сейчас не в отношениях ну я там да я тусуюсь по клубам там еще что то да я выпиваю ну дай с кем-то там иногда общаюсь, но я же сейчас не в отношениях. По этой же логике любой пацан может подойти и сказать, ну да, я каждый день получаю в***льник, да, я слабый, меня никто не уважает, но я же сейчас не в отношениях. Вот когда мы будем в отношениях, я пойду на секцию бокса, я стану сильным, ответственным, и у меня будет много денег, но я же сейчас не в отношениях. Кому ты нужна такая, если ты сейчас не в отношениях, пусть только ты погуляла, то-то-то, тысяча отношений у тебя было. Если она хочет карьеру и прожить жизнь вот так вот, как зажигалка, просто получить эмоции и как бы дальше непонятно что, то это ее вариант. И никто ее пусть не осуждает за это, потому что она сама это выбрала, пусть в 40 не охуеет только. Так нет, девчонка, которая уходит в бар, она же может потом и построить семью, детей родить. Разве нет? Ну да, но, когда они, конечно, может, но не с таким, как я. Не с таким, как я, а не со мной. Она может со мной что-то построить, но не семью. У тебя в треках, да, в тех, которых посвящены любовных треках, много там ссор, вот описание ссор, да, там газ в пол, крики, какие-то голосовые сообщения. А в жизни у тебя такое часто случалось? Не часто, поэтому я так и вдохновлялся сильно этим и писал. Ну то есть, возможно, ты сам не такой, да, импульсивный, как твой герой. У меня нет героя, я импульсивный, но не в отношениях вот с девушкой. Я очень жестко выстраивал всегда в отношениях субординацию, и мне как бы со мной там никто-то никогда через там Бенни разговаривал. И, наверное, поэтому и я как-то сильно не взрывался. Я могу там просто строго поговорить, но там кричать, что-то крик, это же всегда как бы, когда что-то не так идет. Ну как ты эту субординацию вообще устраивал? Ты говорил такой, смотри, условия такие, правила такие. Слушай, ну как бы не смешно, конечно, не так, но в любом случае это диалог, и я тебе больше скажу. Я думаю, что девчонки мудрые, которые, они понимают, кто перед ними и как с ним разговаривать. И там эта субординация, она появляется в процессе взаимоотношений. И, знаешь, когда надо объяснять, не надо объяснять. Если мне вдруг когда-то нужно будет девочке объяснить, что со мной не надо в моменте ссоры как-то плохо разговаривать, значит, это не мой вариант. Если вот и воспитал ее отец так, что она может там матом крикнуть что-то мужчине, ну, это не мой вариант тогда точно. Мне не нужны эти, вот знаешь, там эмоции, качели и так далее. То есть по факту, если на тебя крикнуть матом, то отношения закончатся сразу же? Вообще вот прямо вот здесь и сейчас. Ну, блядь, я тоже сейчас загадаю, потом влюблюсь, потом кто-то крикнет на меня матом, а я прощу потом. Вот что мне потом сказать? Не знаю, не скажу вам об этом, наверное. Ну, сейчас так. И можно, знаешь, там можно выяснять отношения, бить посуду, но вот эта субординация, она должна быть. Ну, субординация, что мужчина главный, женщина нет. Мы это выясняли сегодня. Ну, да, ты какого-то абьюзера из меня делаешь. Мужчина главный, женщина нет. Да все главные по-своему. Главный бог в семье. Вот, просто мужчина впереди, а женщина за ним. И это она должна помнить и понимать. Моя женщина, не знаю, у всех как хотите. Мы приехали в самый крутой зал смешанных единоборств Fightland. Это наш зал. Вот. Поэтому пойдемте проведем экскурсию небольшую. Вопросик. Он зал по этому? Самый крутой, потому что ваш? Не, он, это, знаете, неразрывная связь. Он самый крутой, потому что наш, и он наш, потому что он самый крутой. Принято. Погнали. Пойдемте, познакомлю вас, брат, с ребятами чуть... Физкульт, привет! Здравствуйте. Это Степик, брат. База, ММА, дзюдо, брат. Что вы за спортсмены даже не можете себе представить. Это мой тренер, пацаны. Это мой тренер по ММА. Это Шома. Это Мирончик, брат. Он двукратный чемпион мира по кудо, брат. Безумно талантливый спортсмен, брат. Шома в кулачке дерется, выступает действующий, брат. Проф-спортсмен тоже, брат. Равных очень мало. Вот это Атсамас Батою, брат. Тоже проф-боксер действующий сейчас выступает. Рамиль, это мой брат, мой очень близкий друг. Он 24 на 7 со мной. Тот, кто у себя на ММА, готовится к бою. У него, брат, сейчас через несколько дней буквально будет бой. Это Вася Вайтиховский. Это самый талантливый боксер, которого я знаю вообще лично. У него, брат, сейчас рекорд 12-0. Но с божьей помощью будет сейчас 13-0 через несколько дней. А ты сейчас сам чем занимаешься? Я занимался боксом 4 года. С 18, получается, по 22. И сейчас ушел в смешанное единоборство. Ты при этом подписал контракт на бой? Мы делаем команду спортивную с таким патриотическим уклоном. Даже не чуть, я бы сказать, а основа. Даже скорее все вокруг этого завязано. И в любом случае, так как я буду в этой команде, и это наша команда будет, в любом случае я проведу по боксу бой. В качестве соперника называют Нурлана Сабурова. Ну, на самом деле, брат, они просто не знают, но он весит как минимум килограмм на 20 больше меня. И он, брат, честно говоря, другой спортсмен, совершенно другого уровня спортсмен. Мне кажется, он, что получше меня боксирует. Но тут даже не в этом дело. Тут ключевой вес. Так-то мы готовы к сильным соперникам, готовы к ним готовиться. Тут ключевой вес. И ключевой момент, то, что я сказал об этом, это почему-то все забыли, что я соотечественникам не готов. Драмы из Казахстана. Ну, это же, ты же понимаешь, да, что это как бы... А с кем ты? Нет, какой-нибудь американец, не знаю, что-то из этой серии, что-то западное, чтобы было противостояние настоящее. А так, что? Нурлан хороший боксер, я видел, как он боксирует. А если говорить про какого-нибудь идейного оппонента, вот Морген, хорошо готовясь, Моргенштерн, вот с ним бы ты побоксировал? Сильнее, сильнее! Вот если, знаешь, мне хватает, брат, чего-то внутри сказать, что Нурлан выше меня уровнем по боксу, точно так же это странно будет, если я с Моргенштерном выйду, брат, но он не спортсмен. Но он готовится активно прямо. Ну, готовится, брат, пусть готовится, у меня нет желания драться. Зачем тебе свой зал? Свой зал? Ну, во-первых, это не мой зал, это наш зал, меня и моих братьев. Вот. Мы все к этому подходим, исключительно как к меценатской истории. Мы зал сделали, потому что мы патриоты, мы патриоты нашей страны, я лично люблю свою родину, и мне кайф, чтобы в моей родине все были сильными. А что, если не зал, может этому поспособствовать? Ну, это дорого вообще открыть зал в Москве? Ну, так, прилично. Ну, то есть речь там о десятках, миллионах или нет? Ну, да, я сейчас не буду там какие-то конкретные цифры угодить, ну, конечно, да. И у моих пацанов под ногами Стерты маты, ринги и татами Тут у моих пацанов за плечами Те, кто ночами по ним скучает Для мужчины честь дороже жизни И со мной только те, кто это доказали Клинусь труса, с ней продлит нам жизнь А храбрость ее не убавит На парковке джеб Сегодня были с тобой в зале, которые, кстати, открываются 25 февраля в Бутово, Аллея Витте 1, все приходите. Помимо того, что мы пропагандируем этот спорт, мы еще даем спортсменам возможность развиваться и зарабатывать в своем ремесле Мы делаем это все, брат, под эгидой, как бы под эгидой патриотизма Мы делаем это все в нашей стране и для нашей страны При этом, как будто официальные представители страны отмечают это, например, Екатерина Мизулина тебя хвалила в телеграм-канале и называла тебя самым русским ревером, между прочим Чувствуешь, что ты на правильном пути? Ну, вне зависимости от этого чувствую Екатерина Мизулина увидела то, что мы сказали там, слава России на концерте Я на многих концертах так говорю и говорил и буду говорить Она увидела это и она еще не видела сколько всего мы планируем сделать Поэтому вне зависимости от этого я понимаю, что мы на правильном пути Ты заколлаборировал с рэп-артистом Биг Баби Тейпом? Да Крутой артист Хороший пацан Почему нет? Хорошая песня получилась Как вы вообще заколлаборировали? Он предложил и как бы была какая-то тактика и мы его придерживались Да нет На самом деле не особо Мне вот нравится больше то, что он последнее начинает делать Вот раньше я не особо его слушал А почему не сейчас нравится? Дерзкий, но такой типа Дерзкая такая пацанячья музыка Тоже, кстати, пацанячья музыка То есть у Биг Биг Би Тейпа тоже пацан с кирилл? Мне кажется, что да Просто он чуть такой как бы более центровой, что ли Более вот как раз московско-питерский такой Более даже не московско-питерский Это я на нашу страну ориентируюсь Более западный Ты знаешь, да, что Биг Би Би Тейп Один из тех, кто столкнулся с проблемами? Да, знаю В чем вопрос, брат? Как ты к этому относишься? Нейтрально я к этому отношусь В Дубае буду, увидимся А вообще в целом то, что рэперы начали цензурировать песни Это ок или не ок? Слушай, я думаю, что о всем важна мера И просто в какой-то момент все чересчур расслабились и началось нахуй, замку, жопа, мопа и так далее А это Базару нет Я тоже творческий человек Я считаю, что творчество должно жить в своем проявлении Но есть мера Другой момент, что может это сейчас чересчур как-то Чересчур много этому внимания уделяется И там, где моментами можно было и закрыть глаза из-за того, что кто-то когда-то себе позволил Сейчас просто вот такой радикальный подход Но вот сейчас вот так Это же музыка Музыка, наверное, вообще не должна цензурироваться Или музыка, наоборот, должна нести правильные ценности А что должно цензурироваться? Смотри, я тебе так скажу Музыка никому ничего не должна Вот у кого-то какие ценности он эти ценности транслирует Вопрос в другом Я, например, от себя могу сказать Я не хочу, чтобы что-то мои дети слушали Чтобы что-то мои сестры слушали Есть моменты, которые действительно не стоит транслировать Сейчас не то время, чтобы транслировать какие-то спорные вещи Ты в 7-8 лет слушал Гуфа? Ну Базару нет Но у меня же своя голова на плечах была На тебя же это никак не повлияло Ну а если бы там получилось не так А если бы я был чуть более впитывающим И воспринимал бы более всерьез какие-то вещи, которые Гуф транслировал Да бог его знает Я не к тому, чтобы запрещать Гуфа Гуф как писал 20 лет назад так и сейчас пишет И как 20 лет назад его слушали так и сейчас слушают И честно говоря, я не думаю, что кто-то что каким-то это привело Радикальным посредствием Но должна быть какая-то общая грань Если ее не будет, будет вахханали Как в музыке, так и везде А ты сам чувствуешь ответственность за то, что транслируешь? Конечно чувствую Но я ответственность чувствую гораздо глубже Я ответственность чувствую не перед законом Я перед Богом чувствую ответственность Ну слава Богу, что не расходятся мои убеждения С убеждениями общими И ценностями, которые у нас есть Представим, что ты можешь записать совместку с любым артистом Кто бы это был? Из реального Я бы хотел с Локдогом совместный трек Он, мне кажется, очень философский парень Я бы хотел с Фараоном Совместный трек И, наверное 52-й Тоже можно All Black или Friendly Tag? Да, они оба прикольные Они оба крутые Вот С кем-нибудь из них Очень талантливые Все талантливые пацаны Прям тоже я их вот Последние альбомы слушаю Что ты вообще думаешь О новой школе рэпа? Вот у тебя есть, например, фотка С ее ярым представителем Таким ярким представителем Херен Уотером Это кто? Это молодая рэп-звезда Это кто, брат? Рэпер У меня с ним фотка есть? Да Он подошел просто сфоткаться по студии Я не знал его Возможно, Херен Уотеру будет грустно Да почему, брат? Ну я же правду говорю Мы же true Если он true, ему не будет грустно Я послушаю его творчество В следующий раз буду слушать творчество Перед тем, как фоткаться Что в сегодняшней российской поп-культуре Молодежной Тебе нравится? А что объективно не нравится? Мне нравится Чрезмерное уделение внимания наркотикам Ну про наркотики, блядь Я не знаю Что про наркотики сказать Наркотики это плохо Не употребляйте наркотики Ну, блядь Человек, который захочет употребить наркотики Он, блядь, интервью вот посмотрит Скажет Ага, хорошо Ну это из реального Ну реально Человек, который хочет употребить наркотики Он их употребит Авторитет, не авторитет Люди, блядь, старших братьев своих Не слушают Перешагивают их мнение А родителей не слушают Ну, к сожалению Ну, блядь, я не Минздрав Может кто-то тебя послушает Дай бог, что послушает Я говорю, наркотики это зло Вы что, сами это не понимаете? Неужели я должен был прийти Это сказать Что наркотики это плохо? Ну и, соответственно Не упоминайте об этом в треках Да, блядь Мы же говорим про поп-культуру Не упал мне на голову Тут вот иконы стоят Можешь показать Такой небольшой домашний Иконостас Молюсь я в комнате В своей чаще Но вот сюда могу прийти Знаешь, как-то Не то, что от настроения зависит Какой-то душевный порыв есть Вот могу здесь прийти Полежать Тоже помедитирую Вот эта икона Вообще девочка нарисовала Иконы же не все могут рисовать Отец мой У него там есть по работе Там какое-то пересечение С одной женщиной И она в какой-то момент Ему говорит Слушай, у меня дочка Она рисует иконы И она говорит Я проснулась Какой-то день И поняла, что в общем Я должна нарисовать Типа Андрею икону Честно говоря Гениальная девочка По-моему Ты с детства крещённый? Я два раза крещённый Меня крестили один раз Там Вообще в детстве Там я не знаю Сколько мне было Не помню Потом я как-то Не то, что от всего этого Как-то отказался А вот у меня был Какой-то такой Подростковый путь Свой И в общем У меня внутренний Такой был порыв И желание ещё раз Покреститься И вот в 19 лет Я ещё раз покрестился Осознанно Типа взрослый Сам Но я же изучал Много всего Я изучил и христианство Изучал ислам Я изучал иудаизм Я даже веды изучал Вот И Просто потому что Это был осознанный выбор Это Картина Ангела Это у меня сестрички нарисовали Тут Вот так посерединке Тут видишь Три сердечка голубенькая Красненькая и серая Вот у меня три сестры И вот они мне подарили Такой на день рождения На 21 Вот Это Просто вот моя любимая икона Это Архангел Вот А это Ну ангел-хранитель А это Брат Мой святой Это Андрей первозванный И Это тоже Очень ценный подарок Это мне бабушка с дедушкой подарили В песнях Ты часто упоминаешь Бога А когда ты Ощутил прям Что тебе необходимо Его присутствие Во осознанном возрасте У меня появилось Это Я тогда и начал В это все погружаться Лет Мне было Наверное 18 Тут не было Не было мотивации Была Необходимость Необходимость Срочно Что-то Вспомнить Вспомнить То есть я чуть расслабился Я чуть жил Как бы такой жизнью Расслабленный Я не придавал ничему значения Просто вот В моменте был Вот И Нужно было вспомнить Мне о главном И мне Жизнь подсказала А ты стал ходить там На На службу Нет Я не хожу На службу Причащаться Причащаться надо Вот Я Причащался давно Последний раз И ты знаешь Мне комфортнее Вот Зайти днем Или вечером В такой Пустоватый храм И тихонько Вот со свечкой У иконы Помолиться Мне вот дома Тоже комфортно Так встать На колени И в своем Каком-то режиме Иногда вот Подолгу Иногда у меня такие свои Знаешь Мини-службы проходят Где я один просто Ты писал в инстаграме Слава богу за все Вот за что конкретно Ты богу благодарен Я благодарен за то Что он За руку меня держит Мне очень нравится Эта фраза Я когда молюсь И тоже ее как-то знаешь Употребляю Я говорю Вот просто за руку меня держи Там Вот где меня ведет Налево за руку держи Ведет направо за руку держи Вот где я ступаюсь Там падаю За руку меня держи Все страхи Которые здесь Как бы они Они вот так вот Рассыпаются При этой мысли Ну что может Самое страшное Ну умру я Ну и что Ну что случится Вот так глобально Если взять Ну посмотрим Посмотрю что там дальше Я понимаю Что если кому-то Надо будет уйти Кому-то будет пора Он уйдет Как и я Уйду в свое время И я не знаю Я выйду сейчас И меня собьет машина Я через год там Подерусь И меня там Кто-то ножом Принет Или я умру в старости В окружении внуков Бог его знает Как будет Поэтому я этого Не боюсь При этом Ты же говорил Что ты возможно Не доживешь до 30 Я не удивлюсь Если погибну до 30 Я видел немало Хоть и много Проглядел Знаешь Да это блеф То есть это просто Ради громкого словца Угу С учетом того Что ты стал Религиозным человеком Ну и Верующим человеком Тебе порой стыдно За некоторые Свои старые песни Где были какие-то там Назовем так Греховные Вещи Перед кем стыдно? Перед самим собой Да нет С самим собой Разобрался Нормально все Перед А там как бы Вышел из танца Во-первых Я думаю Там чуть шире На все смотрят Конечно За те моменты Которые Я осознал Что это Мои ошибки Определенным образом Их И исправил Жизни И в своей молитве Тоже об этом Не забыл Попросить прощения Вот если ты об этом По поводу Стыда Стыд Это вообще Не очень хорошее Чувство Да и слово Грех Знаешь как переводится? Ошибка Мне 22 года Брат Я столько всего Столько раз ошибся В жизни Столько всего Не так сделал Что я сейчас Брат В десятом списке За то что я должен был Извиниться перед Богом Брат За то что я там Когда-то написал Каждый день Брат Что-то делаю Что Что в расход Идет с религией Ну брат По мне О религии Не надо судить Меня Андрей зовут Брат Я что могу Правильный пример Показать Дай Бог Что я его показываю Где я что-то Неправильно делаю Потом мне Переносить Библию И говорить Тут не так Ну конечно Я знаю Я не святой Ты упомянул Что с Ростовом Тебе связывают То что там Твой крестный Твои братья Да А ты прям там Жил Да Какое-то время Просто на лето Приезжал Ну когда-то На лето Но последнее время Зимой У нас же там Был бизнес У нас клуб Ночной был А Ночной клуб Да Да Но сейчас я бы не хотел Ночной клуб Это не то С чего я хотел бы Зарабатывать деньги Ночной клуб Это всегда пьянка Это всегда драки Еще что-то И вот Зарабатывать деньги На это Мне не хочется Больше Вот так вот Возможно Я когда-то Брат Открою Знаешь Заведение Где будет Присутствовать алкоголь Да Мы в реальности Живем Конечно Откроть заведение Сейчас без алкоголя Это нереально Сейчас знаешь Какой-нибудь человек Б сказал Да ладно Ты же не заставляешь Никого Я понимаю Я не хочу С этим соприкасаться Я из себя Святошу не строю Я могу и выпить Могу и Кого-то сподвигнуть На это Иногда там В шутку Может когда-то Я передумываю Я же не знаю Что будет завтра Может завтра Я пойму Что да нет На самом деле Почему Это тоже Как бы способ отдохнуть Люди приходят Люди приходят И не факт Что там что-то плохое Будет И вообще мы поставим Хорошую охрану Ну брат Я видел Как Я прожил Это как бы У меня был То есть ты видел Там регулярные драки Прямо Да Я видел людей Не в Минозе А все Которые Тем более Это же Ростов Там же все на Ре А бизнес Семейный бизнес Или Ну семейный По сути Я же уже сказал Что для меня Пацаны Это моя семья У меня нету ничего Что я замкнул бы Только на себе В плане финансов То есть И Я даже знаешь Как я даже К тому материальному Что у меня есть Отношусь так Что это как бы В меру Мое То есть мое То что у меня внутри То что я из себя представляю То кто я есть Это мое Все остальное У меня общее Все остальное Не задумываясь Не задумываясь Видит Бог Дай вот Видит Бог Не задумываясь В любой момент Когда это будет нужно Разделю Отдам И никогда в жизни Об этом не вспомню Мы приехали в Соллбургер Нашу бургерную Как бы Самую вкусную Ты понимаешь По классике Самая крутая Бургерная Самая крутая Бургерная Потому что она наша И она наша Потому что она самая крутая А музыка Это твой основной Источник дохода Да То есть Пока остальные Сторонние бизнесы С ней не выровнялись Я думаю Что Музыка Просто Она уже не только моя Музыка Как бы Лейбл Мой основной Источник дохода Вот так А ты Соучредитель Лейбла Да Там как бы Немного Людей в лейбле Там я Старший брат И еще Брат наш Это Павлуш Вот Он По совместительству Он не только Соучредитель Он еще директор Лейбла Он занимается Всеми артистами Нашими Вот и как Вы видите Успешно Старший брат Он же крестный Да Я буду Если вы слышите Старший брат Или крестный Я бы про одного человека Говорю Ты сегодня Долларовый миллионер Я не знаю Честно говоря Не анализировал Это так сильно В списочек Форбс бы попал Брат Ты знаешь Я думаю Что Долларовый миллионер Это же что Это не сколько У тебя налички Лежит дома Это сколько Стоят Как бы Проекты Которыми ты В которых ты состоишь Которыми ты занимаешь В этом Ну да Конечно Да Конечно Проект Макан Лейбл Голден Саунд И там Остальные Безнак Конечно Я долларовый Миллионер Сколько ты Примерно Тратишь Денег В месяц Ну не больше Трех Четырех Миллионов Вот если Ты там Условно Откроешь Свою Приложуху В банке И посмотришь Тратить Я в основном Наличными Пользуюсь Доверяешь Больше Старой Доброй Бумаги Ну да От телефона Может выключиться Еще что-то Карта Сломается По сути С наличкой Может что-то Случиться Ну вот как-то Мне комфортнее Наличными Самая Серьезная Твоя покупка Какая была Ну родителям Я подарил Сумму На квартиру Вот так вот Наверное Это самая большая Была моя Трата денег Квартиру в Москве Да Квартиру в Москве Стоит недешево Брат Наверняка же В премиальном Комплексе Ну хорошую Да квартиру Ну я как бы Я же не полную Квартиру Я подарил Просто сумму А дальше Они ее там Умножили Сами Вот Ну я понимаю Речь тоже Сумми в десятках Миллионов Ну конечно Рублей Вот так вот Простые пацаны С района Перестают быть Простыми пацанами С района На глазах Ну ты же уже Давно Не простой пацан С района Это нормально А я и не стремлюсь Ты знаешь То есть Ну сейчас Накидывать на себя Пуху И Вести тебя В какую-то Съемную Пятиэтажку Но я не буду Этого Потому что Это был бы Уже не я Просто Я не Не делю Ни себя Ни других Людей Там Знаешь На уровень Заработка И там Простота Для меня Не в сумме В кармане Заключаются Сколько плохих Людей Которые Которые Без денег И И сколько Хороших Брат Людей С деньгами На самом деле Без денег Так же опасно Как и Огромное Количество Денег Оно так же Подталкивает Тебя На На плохие Мысли И плохие Поступки А ты думаешь Что бы вообще Был когда-то С учетом Твоего Бэкграунда Простым Пацаном С района Ну конечно Был Я говорю Что я Из обеспеченной Семьи Это не значит Что Ну ровно Ровно Это не значит Ничего То есть У меня Не было Каких-то Космических Денег На карманы Расходы Я ездил В школу На метро Я учился В частной Школе Последние Два года Не потому Что Я как бы Хотел Этого Или там Родители Этого Хотели А потому Что Я уже В своей Школе Не мог Учиться И надо Было Очень быстро Куда-то Перейти Я знаешь Когда говорю Про обеспеченную Семью Что я имею ввиду Я имею ввиду Что всегда Была дома И да Все было нормально Все было Слава богу И мне грех Жаловаться И там Накидывать Опять же Каких-то Себе баллов Что я С какого-то Гетто Вырвался Нет Я рос в раменках А я никогда Я не стоял У девятки И не пил Пива Вот такой образ Рисуется Когда говорят О пацанах Те которые ездят На низкопассажных Я понял Да Очень плохо Что такой образ Рисуется На самом деле Пацаны Это абсолютно Про другое То Кого ты описываешь Это гопники Таких Ни я Ни нормальные Ребята Никогда не угадывали Дело не в девятке У меня Четырка Тогда Какой образ Должен возникать При упоминании Там Вот пацан Должен быть Честным И храбрым Должен быть добрым Как и То про что мы говорили В целом Для мужчины Это необходимо Он должен быть добрым Он должен быть сильным Сильным внутри Он должен быть В первую очередь Сложно быть Старшим братом Для Сестер Трех Сразу Нет Тебе вообще Приходилось Как-то с ними заниматься Там Воспитывать Самому Конечно Я Особенно Со старшенькой Которой 13 Я Все детство Свое И все Раннее Раннее детство Ее прокатал Ее в коляске Очень много Я с ней гулял Очень много Занимался Ты закидываешь Сестер подарками? Конечно Они там С айфонами С айпадами Но это там Какие-то праздники Не потому что Мне как-то Мне как-то жалко Или я считаю Что дети Дети не должны Ходить с Какими-то Дорогими Телефонами Нет Вот просто Есть Есть родители И это Их дети И Это правильная Позиция В моем понимании То есть Может мой отец Не хочет Чтобы они Знаешь Были Все в брендах И в брендовых Шмотках И там С последними Айфонами Конечно У нас бывают Дни Я стараюсь Нет-нет Проводить время С остыми У нас бывают Дни Мы можем зайти В какой-то магазин Одеться Обуться И так далее Но Я считаю Что здесь Мера важна Как и во всем остальном Здесь М5 Та самая Здесь М5 Но она же здесь Не стоит Больше Это не моя машина А теперь У одного Из моих Братьев И Вот она Четырка То что стоит Легендарная Надо помыть ее Тоже Она чуть Пылится тут Ну слушай Зато Тонированная Между прочим Тонированная Да Но четырка Не тонированная Она беспонтовая Тонировка же запрещена Запрещена Тонировка Да Никому не советую Мы вот так вот Почему ты так часто В треках Упоминаешь Автомобили Подо мной М5 Асфальт 8 Черный рейн Спорт Сумки на спорт Оставить маме Дома Новый Мерин Дома Новый Мерин Черный Икс 5 По городу Мы же пацаны Для нас же Очень важно На чем мы ездим Это как Издавна пошло Типа Как конь Можно сказать Вот И У меня нету Привязки Как у многих Себя к М5 В любом случае В любом случае Она во многом Поучаствовала В моем творчестве И она много где Меня вдохновила Конкретно Вот эта машина Клянусь Это идеальная машина По-моему Я не знаю Я красивее машины Не знаю Но ты ее покупал Безопасности за спиной моих братьев Я заведу машину И про ремень забыв Опять сверну нам кат Да Типа я крутой Типа я не пристегнулся Ну максимализм юношеский просто Я пристегиваюсь сейчас Раньше мог не пристегиваюсь Сейчас могу забыть Но чаще пристегиваюсь Но в целом Сейчас советуешь Пристегиваться Ну Советую конечно Пристегиваться Это ваша безопасность Это только Только ваше дело Ну представляешь Как это тупо Погибнуть из-за того Что ты посчитал Круто не пристегнуться Ну это же идиотизм Брат Это просто знаешь Это такое лицемерие было бы Я советую вам Пристегивайтесь Брат Да это же для всех Очевидные вещи Ну это же Брат Просто как дважды два Ну конечно надо пристегиваться Ну что сейчас Я советую Не советую У вас же есть своя голова на плечах Почему Бэха А не Порш Почему не Макан Мне не нравится Макан Я считаю Это женская машина Вот Макан это переводится Как тигр Тигр да С индонезийского Макан переводится С индонезийского Ну просто вот я выбирал В 16 лет никнейм Вот как-то мне он понравился И он уже так прижился Что на самом деле Сейчас мне кажется Макан больше ассоциируется Не с Поршем А с тобой Ну да Правда что Ты однажды подошел На Арбате К Ритвину И так познакомился И включил ему трек Да правда Мы пересеклись Я говорю О Миша здорово Что ты типа пранки снимать Да 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 Что-то он там В какой-то суете был Я говорю Ладно брат У меня песня есть Послушай по-братски Вдруг тебе понравится И он так знаешь Как бы вроде ему понравилось Но Вау реакции у него не было Какой-то понятно Там и трек Скорее всего был Посредственный Я даже не помню Что там за песня была Я ему говорю Ладно братка Еще услышишь обо мне Обязательно Все И в итоге мы там Через там Полтора-два года Там подружились В целом он такой Как бы Близкий Брат тоже спортивный Тоже на принципах Пацан Плюс-минус Моего возраста Почему именно Здесь мы с тобой Оказались Внезапно По щелчку пальца Мы на Спартак-арене Находимся Здесь 8 июня Будет Мой сольный концерт 50 тысяч Серьезно У тебя же не было Еще таких масштабных Концентов Не было Еще таких масштабных Твой это брат Опять Вырывается Ты знаешь У Зубарева Было Понял 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 Так что Считайте В твоем успехе Есть заслуга Литвина и Суба Которые Форсили По сути Твой материал Определенная заслуга Конечно есть Например С роликом Где за всех Там Где я им пятую Взорвал Мне кажется Мне кажется Что там Прям Такая Обоюдная История Была Потому что Эта песня Она придала Как раз таки Этому ролику Такой Чуть Вирусность Не 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 Вирусность А Больше Такой Глубины Что ли Все Как бы Там Все По полочкам Сошлось Конечно И Литвин И Суба Во многом Приложили Руку Кнопки Выложить Stories Конечно Они помогли Мне Серьезно И когда Кинотрек Выходил И Впоследствии Ну вот Например За всех Мне кажется Что там Обоюдно Было То есть Там И песня Как бы Видео Помогло И видео Песни Помогло И Такой Прям Получился Матч Сейчас Как оцениваешь Музыку Литвина Музыкал Я могу взрывать Но могу потушить Не меняю близких На гроши Бэхи На парши Ну он же у нас Наши же ребята Помогали Как бы Делать ему Вот Как какой-то Блогерский хук Ну круто Встал на первое место Показал Что Как бы Вот так вот Это для него Ну действительно Это вот так для него Ну как бы Как музыку Я думаю Он сам Это не очень сильно Оценивает Ну прикольно Все равно звучит Лучше Чем у многих Музыкантов А ты участвовал Лично в написании Трека Нет Участвовали ваши ребята Ну кто-то Помогали ему Да Слышно же там Кто помогал В целом А какие отношения Тебя связывают С Литвяным и Субой Это только дружеские отношения Или это уже бизнес-оглашения Ну с Субой Бургерная у нас С Мишей У нас чисто Дружеские отношения Аккуратнее Братишка Пошла коса Хасани Да нет Красный наш Зеленый общий Чуть вспомнил Ох ты ж Мне кажется Мы жестко Тебе кажется Братик Да Получается Так Небольшая рубрика Я тебе буду спрашивать вопрос Ты будешь говорить Какая тачка Подходит для ситуации Тачка Чтобы сделать Братишку Счастливым Гелик Объясняй Почему Пацана Не машина Счастливым делает Даже если У него гелик Или у него Четырка Все таки Это такие Как бы Атрибуты Временные Сегодня на четырке Завтра на гелике Счастье Оно глубже Тачка Чтобы подарить Единственной Любимой Континенталь Бентли Тачка Чтобы уйти От погони В GTA R5 М5 Что Потому что она Быстрая И маневренная Она Вообще Все Тачка Чтобы быть Королем района Или самым Крутым парнем На районе Это не тачка Нужна А что нужно Как в этом Джентльмены Фильм Мой любимый фильм Кстати Джентльмены Чтобы Быть Царем Зверей Мало вести себя По царски Вот чтобы быть Самым крутым На районе Неважно Где Мало Тачки Какая тачка Подошла Самому крутому Пацану На районе Volkswagen Пола Наверное Camry 3.5 Да не Ну а как же эта песня Camry 3.5 Едет убивать Мне не слышно Едет на район Это Слава Мерлова Пел Ну Вряд ли он Был самым Крутым типом На районе Да 100% Он был скейтером Не каждый должен Мне кажется Стремиться В эту стезю И Я тоже не был Самым крутым Пацаном На районе Кто для меня Пример Я знаю А кто был Для тебя примером Он для меня Сейчас пример Мой крестный Вот Он Мне кажется На любой район Если зайдет Будет самым крутым А почему он Для тебя пример Слушай Есть фундаментальные Вещи Мужские Когда В мужчине Они непоколебимы Это Достойно уважения Если хочешь Можем про них Поговорить Давай Я себя Осознаю Самоидентифицирую Как в первую очередь Мужчину Потому что Другого слова Я не могу Как бы Знаешь Там подобрать Самые важные Два пункта Для тела Это быть здоровым И сильным Самые важные Внутренние качества Их три Это Добродетели Осознанность И мужество Ты Когда Выбираешь Для себя Эти внутренние Три полки Как самое главное Ты начинаешь Над ними работать И их в себе Воспитывать А добродетели Это быть добрым? Во-первых Это слишком просто Звучит Быть добрым Во-вторых Быть добрым Для всех Это разное Например В слове Пацана Был очень хороший пример Когда Адидас Бабушка Желтого Начала ругать Говорит Ты убийца Ты моего внучка Убил Адидас Как бы Не мог По-другому Поступить И там Нам показали Что он Как бы Пошел И ответил Как бы Не дал Не дал Свою честь Как-то Затоптать ногами И вот У Адидаса Своя политика У бабушки Желтого Своя политика А мы Смотрим И видим Что там Вообще Бытовуха За видеомагнитофон Они зацепились Одну Изнасиловали Второго Убили Поэтому Очень важно Иногда Как наблюдатель Вверх Подниматься Над ситуацией Смотреть Не только Какого пацана Для тебя важный Для меня Не важный Там начали Как-то Его обсуждать В контексте Того Что он Может плохо Повлиять На молодежь Ну на какую На молодежь Наверное Лет Там 12 13 14 Возможно Я бы И вдохновился Им Но Там же Стоит Ограничение По возрасту Ты на одном Из концертов Крикнул Не забудем Яролаш Почему Я крикнул За Яролаш За Яролаш Да Просто Крикнул Потому что По-беспредельному Как-то Там Тебя это Возмутило Да Наверное Да Но самый Любимый Мой момент Не этот В сериале Самый Любимый Мой момент Когда Кощей Говорит Ты понимаешь Что ты Сейчас Своему Старшему Какую-то Ментовскую Херню Хана Тебе Вова Ты понимаешь Что ты Сейчас Своему Старшему Какую-то Херню Ментовскую Предъявляешь Хана Тебе Вова Вот это Был Крутой Момент Ты сам Держишь Слово Сто процентов У мужчины Может Не быть Ничего Но у него Всегда Должно Быть Его Слово Были Моменты Когда Люди Какие-то Близкие Давали Тебе Слово И в итоге Не сдерживали Конечно Ты разочаровывался Чувствовал себя Преданным Может Брат Ну Преданным Себя чувствовать Это же Все от нас Это же Мы выбираем Чувствовать себя Преданным Или не чувствовать Себя Преданным Кстати Про предальство Про обман Мне отец Один раз Сказал Очень хорошую фразу Он сказал Если тебе удалось Кого-то обмануть Это не человек Дурак Это тебе доверяли Больше Чем ты Того заслуживаешь Глядя на твое творчество Создается четкое Впечатление Что ты За все хорошее И против всего плохого А есть В тебе Какие-то Плохие черты Которые Ты сам Себе видишь Я думаю Что Излишняя Переживательность Какая-то В моментах А где-то Наоборот Халатность Где-то Эго Я бы Подумерил Подумерил Да Ну такой Я еще Токсичный В отношениях Чуть У меня есть Вот такой Я могу вылить Чуть Негатив Который у меня Накопился на человека Вот от этого Я бы избавился Вот Но я как бы И работаю над этим При этом Ты еще кажешься Таким жестким Прям парнем А есть вещи Которые тебя могут Расстрогать Что ты прям Слезу можешь пустить Да конечно Какой-нибудь фильм будет Где Где Тут же вопрос В том Что откликается У тебя То есть Если человек Не может Ни от чего заплакать Это как бы Ну Странно Оно Но я думаю Что они уже Твою музыку Давно приняли А тут наверное Вообще Ну принять Это одно А как бы Действительно Услышать И сказать Да Сын Это то Вот Ну я помню Знаешь Когда я последний раз Слезу пустил Я Пахана забрал Откуда-то Это Там Поздно было Ночью уже Такой уже Рассвет даже был И И мы едем И мы что-то Разговорились За жизнь И я Ему там Свою волну Как обычно Я говорю Ау Да нет Тут надо так Да так Да радикально А он мне там Про принятие Про космическую Любовь И про то Что в общем Все так Как должно быть Всех Надо прощать И он мне Сказал Одни слова Которые Я возможно От него Всю жизнь ждал Я там не буду Сейчас в контексте Знаешь Вдаваться В подробности Я эти слова Услышал И у меня слезы Покатились Но я еду Виды не подаю Он продолжает Что-то разговаривать С рулем ехал Вот И у меня слезы Покатились И И мы поворачиваем На улицу На одну И мне солнце Так в глаза Резко ударило И я так Смотрю Вокруг А так все красиво Такая роса Знаешь Так солнце В глаза бьет И И он Вот так мне за руку Вот так вот Оглянись Говорит Посмотри Как круто Он все придумал И на этой фразе Я прям Знаешь Выдохнул Вот Вот это был Последний раз Когда Когда такие Сильные Чувственные Эмоции Я испытывал У тебя же все равно Есть там Клише Которые присутствуют Вот именно В твоем творчестве Это вот как раз Такие там Тачки Знаешь Я иногда Там захожу В комментарии Я вижу Люди пишут Когда же он уже Доедет Там Типа куда-то Типа он постоянно Куда-то едет В своих песнях Наверное да Ну вот что мне сказать Наверное да Наверное где-то С этим там Это же пацаны Есть боец Есть боец Шахал Хорош пацан Очень дружен И вот У него там Было несколько моментов Где он чуть там Чуть я не знаю Что у него произошло Чуть он короче В медиасфере Неприкольно выступил И весь интернет Там на него Ополчился Бля Это же так легко Клянусь Это же так легко Когда 100 человек Уже написали Там Иди нахуй Написать тоже 101 Тебя же никто не заметит Ты же такой дерзкий Ты же Ну бля Вот кто-нибудь В лицо Ни разу в жизни Ни мне Ни там Не знаю Ни ему Ни еще огромному Количеству людей Которые попадали Под хейт Хотя мне так кажется Что я под сильный хейт Не попадал никогда Никто же никогда В жизни В лицо не подойдет И не скажет это Ну ни разу в жизни Я не было такого Чтобы ко мне Кто-то подошел И сказал Ты вообще лох Бля Не музыка твоя Хуйня Понял Я вообще считаю Что нужно слушать себя И людей близких Которые искренне Ты знаешь Что они желают тебе добра Потому что Люди в интернете Они тебе ничего не желают Они сегодня Ты крутой трек сделал Они вау Круто Да Вау Я иду На концерт Завтра ты Не выпускаешь Крутые треки И как бы Она напишет тебе Бля Где-то песни Ты Смотри Давай Раз уж Мы там Вспомнили Хайтеров Комментаторов У нас есть рубрика Ответ хайтеров Это чистая провокация Брат Знаешь Брат Ну такая рубрика Понимаешь Братский Братский Брат Комментарий Следующий Реальная фигня Все эти маканы И прочие басты Набор Распальцованного Тупого Речитатива Это не музыка Тоже мне звезды Мы же звезды Ну как есть Ну в смысле Тоже тебе звезды Знаешь честно говоря Когда говорят Мне не нравится Или там колхоз Или еще что-то Я могу понять Когда говорят Нет смысла Для меня это странно Потому что Я не считаю себя Действительно глупым пацаном Я считаю себя образованным И я стараюсь Что-то закладывать Да Конечно Конечно Есть такие песни Как Асфальт 8 Бля Ну зачем в ней Искать смысл Ну это просто Асфальт 8 Это просто Подо мной М5 Асфальт 8 Говорит Что там нет смысла Но это как Говорит Что я не знаю Что яблоко Зеленое Да Конечно Это такая песня Бля Но послушай Что-нибудь другое А для вайба Конечно Но я же не могу Всю дорогу Загонять Там За Какие-то Вечные ценности В каждой песне Просто Они же Сами перестанут Тогда слушать Должен быть Баланс во всем Если я буду Брать сейчас Вот таким вот Серьезным Постоянно Насупившимся И рассказывать Брат Какие-то тяжелые Жизненные моменты Бран У меня перестанут Слушать Есть смешной Комментарий Давай Поставил песню Макана На будильник Теперь просыпаюсь За 2 часа До него Хорош Хорош Да Ну ладно И чтобы это Смягчить Вот этот весь Накал Накал Есть такой Положительный Забавный Комментарий Хз Кто это Трек качает И нормально Выглядит Без всяких Крашенных волос И гей-шмот Ну это он Видишь Видимо Отравлен Современной Современными Тенденциями И он что-то Увидел Такое Что Такой глоток Свежего воздуха Про М-5 Про М-5 Как ты думаешь Ты когда-нибудь Перестанешь Воспевать ее В песнях Своих Конечно Уже практически Я уже вышел Из нее Сейчас осталось Дверь чуть закрыть Только Да конечно Это все уйдет Со временем На новом альбоме Она будет Побинаться Ну так уже Она там Уплывающая Уже Она за кадром Уже это не Центровой персонаж А до этого Была центровым Из машин Из машин Да Но ты как-то думаешь Ты изменишь М-5 С какой-то другой Машиной Так я уже Все Изменил Не я имею ввиду Та которая будет Воспеваться в песню Кто дальше Да все циклично Не знаю Пока Ну что циклично Что-то Кадр Четырки Да Все Да Не все Циклично Сегодня не М-5 Сегодня что-то другое Пройдет время Посмотрим на новую М-5 На туре так интересно Да всем про эту М-5 Так я тебе Говорю что Один из первых комментариев Что все интервью Пройдет в М-5 Когда написали Я выложил фотку Ну да Но это они просто Прикололи нас с тобой Думаешь? Да Сто процента Старик Ты чувствуешь Как слово брат Уже стараюсь заменять Уже старик Старик Уже братец Будет дальше Ведь есть Клише За которое Тебя постоянно Подъявляют в песню Часть аудитории Говорят что Ну Макан Это человек Который всегда Повет про тачки Там про братьев Про какую-то суету Движение Темы и так далее Ну это же не так И любовь Грустная Ну вот честно Это же не так Это же просто есть Как бы Два-три трека Которые выстрелили Там где-то ярче Других И там про это Но люди Которые вот эти Два трека Услышали Они с них Как бы Пьют воду Думают что Все творчество Такое Ну вы зайдите Чуть послушайте Больше Чуть-чуть Больше Чуть-чуть Кругозор Решите Хотя бы Чтобы для себя Понимать Вот у меня альбом Который выйдет АМ Вот просто люди Которые там Говорят что это все Про пацанов Про разборки И так далее Базару нет Это где-то Про пацанов Про М5 И так далее Вот все Все Вот это Уличное С пометкой Уличное Послушать этот альбом Просто вот для того Чтобы понять Что во-первых Это не так И что не все Здесь под одну Гребенку Там которая Нравится Пацанам Как мы с тобой Выяснили Там у девятки С пивом И так далее Здесь не все Про это М5 это потому Что я там пару лет На ней проездил Пацаны Потому что я всю Жизнь с пацанами Вырос Жил И так далее Там убеждения Которые я стараюсь Как-то где-то Пропихнуть Это мои Действительно Убеждения Но вам стоит Послушать что-то еще Из того Что я когда-то Написал И выпущу Потому что Ну на М5 И на пацанах Не заканчивается Мое творчество И я не заканчиваюсь На М5 И на пацанах Еще одна претензия Аудитории И комментатор Жигань Это то Что Ты Делаешь Чисто Такую Массовую Музыку Которую Хавает Массовая аудитория С плохим вкусом Да что сказать Ну я так не считаю Я не знаю Сейчас Какой-то Должна быть Должна быть Оправдательная речь Но ты знаешь Говорят Очередной Кальян рэп Из серии Ну что такое Кальян рэп Давай поймем Дешевые песни О любви Для меня Вот что такое Кальян рэп Даже если Где-то Когда-то У меня Есть Что-то Простое 2 плюс 2 4 Про Любовь Блин Ну дайте Фору Что Все такие Критики Собрались Да я Где-то Что-то Такое Писал Наверное Простой Да где-то Там Прямая Бочка Тоже Была Да Где-то Где-то Я Там Какие-то Супер Метафоры Эпитеты Олицетворения Не засунул В один трек Но во-первых Как бы Всему свое время Во-вторых В этом Ничего такого Нет Это музыка Это творчество Оно Сегодня такое Завтра другое Во многом Та музыка Которая сейчас Играет Это не Не самая Лучшая музыка И она Действительно Где-то Как бы Такая Шерпотребная Вот То что В чар То что В чартах То что Где-то Моя музыка С этим Пересекается Или Пересекалась Я согласен То что Где-то Было Что-то Дешевле Чем мне Хотелось Дешевле В плане Звучания Дешевле В плане Каких-то Мыслей Но Это Во-первых Творчество Во-вторых Это просто Жизнь Это все Опыт И Посмотрим В долгую Просто Как будет Какой будет Моя музыка Через Пять лет Это интересно Я честен С собой Стараюсь Быть И поэтому Я действительно Понимаю Что там Где мы Действительно Сделали Чуть кальян Мы сделали Чуть кальян И очевидно Понимаю Что я Семимильными Шагами От этого Ухожу Еще один Из комментариев Который Деся отметил Что Маканом В 2024 Году Быть Очень Удобно Я имею Ввиду Те ценности Которые Ты Транслируешь Как артист А вот В трансляции Этих Ценностей Это Насколько Там Расчета Грубо говоря Сколько Исключительно Искреннего посыла Расчет Ты имеешь Что холодный Что это может Кто-то считать Как бы И оценить Ну да Ты В 2024 Идеальный артист Ну по факту Идеальный артист Это шаман Ребят Я имею ввиду Для аудитории Ну такой Молодежный Ты имеешь ввиду Идеальный артист Для чего Для того Чтобы это Там Как бы Как бы Вот здесь И везде Смогли оценить И сказать Да ребята Молодцы Правильно говорите Или идеальный артист Для того Чтобы собрать 50 тысяч человек И что молодежь Как бы Это сейчас считывает Вот это я тоже Имел ввиду Ну я понял Ну мы такие В любом случае Какие мы есть И тут же Главное Это то Что мы не в 2024 году Резко стали такими Мы резко вдруг Стали патриотами Или резко вдруг Стали спортсменами Или резко вдруг Мы стали верующими Нет Мы же были и до этого Такими Просто сейчас Так сошло Так получилось Что свет упал Вот на это Ну блядь Серьезные времена Что сказать Серьезные времена Требуют Серьезного Какого-то Мне кажется Серьезного подхода Ко всему Какими своими Достижениями Ты уже гордишься Я стихотворение Написал недавно Такое Ну чуть уязвимое Конечно В моменте Иногда я курю Иногда я чертовски Жесток Иногда я смеюсь Даже плачу Иногда я горжусь Тем что смог Иногда понимаю Что просто не смог бы Иначе Я горжусь тем что Тем что я Тем что я С собой остаюсь Как бы Пластинки Прослушивания Они сегодня есть Завтра нет И гордиться В хорошем смысле Этого слова С собой Я не Не стану Меньше Или больше От того Соберу я завтра Там Спартак Арену 50 тысяч человек Или не соберу Соберу я через Там год-два Олимпийский Или не соберу Потому что Можно собрать Олимпийский И быть так себе Человеком А можно не собрать Его И всю жизнь Прожить достойно И гордиться Можно собой В меру Что должно У тебя получиться К тридцатке Чтобы ты был Полностью доволен Собой Себя я должен Не придать К тридцатке Чтобы я был Доволен Собой К тридцатке У Трувера Была четкая фраза Красота Это когда Ты прям Здесь пацан Тридцать Тридцать Да бог его знает Чего будет в тридцать Вот мы здесь И сейчас Делаем Собой Должен остаться Мужчиной Прожить достойную жизнь Вот что самое главное А не то Сколько заводов Я открою И пароходов Куплю Но я не бизнес Коуч Чтобы сидеть И там Говорить Чего я должен добиться Чего каждый должен К тридцатке добиться Я не знаю Как я К тридцатке Чем буду заниматься Может брат меня перекроет Я все Боксировать буду Вряд ли конечно Ну не Почему нет Не ну да Я имею ввиду там Типа вот только этим Буду заниматься Может брат я уйду в бизнес Пойму что все у меня Больше не пишется А может у меня так напишется Что я стадион На двести тысяч соберу Бог его знает А может ничего Из этого не будет брат Мы не знаем Нет конечно Я стану больше Я надеюсь что Больше шире И И буду на вещи Еще там глобальнее Как-то смотреть И более осознанно Более по-взрослому Но вот этот фундамент Не придать Красиво Но Зафиналить хорошо Давай Я хочу Сказать так лаконично Я много чего В этом интервью Говорил Я Действительно Старался быть искренним Где мне пришлось В каких-то ролях Побыть Не обессудьте Я желаю Чтобы Как мне кажется Самые главные Полки Вы Прибили Как можно раньше И И чтобы С годами Они становились Железобетонными Плитами Живите Любите Верьте в Бога Созидайте Сражайтесь Ошибайтесь Падайте Вставайте Делайте это снова И снова Помните кто вы Кто рядом с вами И что вы делаете Ну что друзья По традиции Конкурс Что у нас за приз Айфон Да Какой 15 15 15 15 15 Самый лучше скажи Самый последний Все С автографом С автографом Итак Что нужно сделать Чтобы Получить возможность Выиграть Айфон Нужно Вырезать Любой Кусочек Из этого Выпуска Может быть Что-то Пересобрать Например Почитать Количество Слова Брат Которое Было Произнесено И Выложить Этот кусочек Либо в Тикток Либо в Инстаграм Либо в ВК Либо в Ютуб Шортс Количество Роликов Которые Вы Сделаете Может быть Соответственно Любым Дальше Вы Присылаете На Почту Бакан Собачка Вписка Точка ТВ Присылаете Ссылку На Эту Вырезку Одно Письмо Одна Уникальная Ссылка По Итогу Мы Разыграем Среди Всех Участников С помощью Рандомайзера И Счастливчику Мы Отправим Этот Приз Норм Сказал Йоу Хорошо Сказал Брат Все Четко Это Как у вас Так Типа Локтями Не Почему Просто Я вот так Да Не знаю Что это Карате Языки Что это Шаолинь Какой-то Кулджок Аккуратненько Вот Никакого Каратеша Мы Всем спасибо Ставьте Большой палец Пишите Комментарий Подписывайтесь На Канал Пока Большой палец 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 Большой палец